Подходит к завершению 2022 год. Год голубого водяного тигра. Для людей он запомнился насыщенными событиями, как приятными, так и сложными. Впереди нас ждет год черного водяного кролика. Каким он будет? Прогнозы нумерологов выслушала Салтанат Нургалиева. Главным числом 2023 года для всех будет число 7. Как отмечают нумерологи, эта цифра принесет людям счастье. Ведь во многих народах мира оно является сакральным, потому важно духовное развитие. Некоторым семерку сулит переезд, смену места жительства или постоянной работы. Другим откроются двери в мир бизнеса или значительно увеличатся шансы на подъем по карьерной лестнице. Цифра 7 отвечает за карьеру, за поездки, за путешествия, за новые проекты. Поможет тем людям, которые будут активно, решительно двигаться к цели, намеченные. И важно, чтобы они двигались к цели на нравственной основе. И строить в основном планы высокодуховные цели, не зациклиться материальным. Особое внимание специалисты уделяют и камням. Природные минералы обладают разными свойствами. Потому очень важно правильно выбрать талисман на грядущий год черного водяного кролика. Ведь от него будет зависеть успех в карьере и личная жизнь. Астрологи говорят, что кошачий глаз это камень 2023 года. Он работает как защитный амулет. Камень развивает интуицию, а также помогает раскрыть свой творческий потенциал. Возвращаясь к семерке, то она поможет в вопросах жилья, отмечают нумерологи. Даже если покупка в ипотеку. К примеру, если взять представителей знаков стихий воздуха, близнецов, весов и водолеев, то год обещает быть переменчивым. Все будет зависеть от умения сотрудничать с людьми. Но звезды говорят о том, что этот год будет скорее переменчивым. И многие знаки зодиака это почувствуют. Допустим, если взять людей в огненной стихии, знаков огненной стихии, это Овен, Лев, Стрелец. Овенам поддержка планет в новом году поможет в борьбе с возникающими трудностями. И приведет к важным успехам в жизни первой половине года. А давайте узнаем, чем запомнился уходящий 2022 год жителям и гостям города Алматы. Здравствуйте! Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что такого запоминающегося случилось вот в этом уходящем году? В 2022 году я закончила второй курс. Точнее, первый семестр второго курса запомнился сдачей экзаменов. Не забываемо. Мы как раз таки сдали, вот сейчас гуляем по Алматы. А может быть, уже есть какие-то планы на следующий год? Есть планы по академической мобильности, но это дальше с универом решается, конечно. А так, этот Новый год мы планируем провести со своей семьей, с родственниками, близкими. С наступающим вас! Год на самом деле прошел мега круто. В этом году реализовали классный проект. Закрыли ипотеку, взяли другую квартиру. А в следующем году, да, у нас ожидается прибавление в семье. Год запомнился тем, что я отслужил в армии, выполнил с честью свой гражданский долг. Вернулся буквально пару дней назад и сегодня уже гуляю по любимому городу. С Новым годом! Уходящий год был полон на события. Пандемия, закрытые границы, геополитическая нестабильность. Нумерологи говорят, что все это останется позади уже в следующем году. Под покровительством хозяина 2023-го укрепятся родственные, партнерские и дипломатические отношения. Также нумерологи предсказывают много положительных моментов, таких как создание семей и рождение детей. Салтана Тунгалиева, Медицца Матула, телеканал Маты.